для начала в кипящую воду сейчас я его опущу вот так сделаю отпущу и вот так как он видит большеватый качан потом перевернул с другой стороны мне нужно чтоб немножечко когда закипит чуть-чуть покипела можно заморозить ну я все таки люблю вот так в таком виде пускай она сейчас покипит с этой стороны потом перевернул с этой стороны покипит и буду срезать листья и дальше покажу как я делаю пару минут покипела сейчас переверну аккуратно только очень все надо делать потому что кипяток пару минут покипела теперь я вытащила качан вот эту сторону которая поварилась две минутки оставляю а вот эту сейчас твердую опускаю еще на пару минут как закипит достаю вот эти мягкие листья быстренько вот так срезаю убираю их а вот это опять опускаю кастрюлю тихонечко опускаю вот эти мне нужно опять будет проваривать сейчас я вот низ покипит чуть-чуть буквально минутка две от силы и я переверну вот так вот я их снимаю не прорезая вот эту толстую часть я тоже удаляю она просто не нужно все этот рецепт это обыкновенный классический без всяких вот этих вот как как раньше готовили так и продолжаю готовить нашей семье ни в какие микроволновки я не засовываю эту капусту ничего потому что микроволновую печь за пользоваться это тоже не очень я бы сказала так для здоровья хорошо значит фарш я беру смешанный можно любой абсолютно брать примерно на килограмм где-то 150 грамм не отварного риса я беру хорошо промыла вот такой длинная зерновой я никогда не варю не отвариваю его заранее потому что принципе в голубцах готовится рис очень быстро и хорошо лук я беру тоже вот мелко порезанный сырой лук я знаю что некоторые обжаривают я не люблю сразу говорю но можно обжарить это это дело вкуса значит теперь соль по вкусу черный перец и я немножечко беру сладкую паприку красную все хорошо перемешать фарш готов заворачиваю я тоже их как и раньше делали я не делаю очень большие вот такие примерно вот так и вот такой шпажечкой их стягиваю никогда варится не раскрываются пожалуйста если капустные листы большие я их делю на пополам вот так по прожилке вот этой и потом в каждую половинку я заматываю фарш вот так я здесь все подготовила сейчас буду параллельно поджарочку готовить где будут тушиться голубцы и голубцы я буду обжаривать на пергаментной бумаге тоже также в тик токи увидела попробовала в некоторые пишут обман брехня неправда все правда ничего не брызгает ничего не прилипает это тот кто пишет тоже ерунду какую-то пишет или я не знаю на чем они там жарят на какой бумаге вот так я это делаю сейчас на масло пока здесь масло разогревается сюда я тоже налила совсем чуть-чуть масла потому что после обжаривания они будут жирненькие сразу же сюда лучок буду сейчас лучше тушить только лучок начал румяниться морковку и все вместе еще потушить ложку муки пару ложек кетчуп и пассерованные томаты или можно заменить пару ложек томатной пасты все еще пережарить потушить налью немного воды чтобы вот хорошо перемешают однородная масса была и буду наверх складывать уже обжаренные голубцы перекладываю овощную подушечку доливаю сюда водички еще вот так эти так протушиться я лавровый листочек 1 утилю теперь посолить поперчить соус залью сюда еще сливочки еще соли немножечко будет кипеть а потом попробую перчик и поставлю как закипит на небольшой огонек и пускай не тушатся а вот мы с мужем еще сегодня с утра чевуреков на эти напекли к нам все готовы готовила я их 45 минут сейчас покажу в разрезе это сразу вытащила шпажечку посмотрите пожалуйста все сварилась рис не разварился не сырой он рисен как рисинки капуста тоже приятного аппетита